Мы действительно, господин Сиарта, взяли на предмет дополнительного внимания, скажем, конкретный проект открытия логистического центра Российской торговой сети «Магнит» в городе Захарин. Хочу обратить внимание, что это был очень перспективный проект по созданию полутора тысяч рабочих мест, и инвестиции отцениваются в 300 миллионов долларов. И компания «Магнит» проблема была в том, что венгерские продукты должны были поставляться транзитом через Украину. Понятно, что сейчас на этом этапе в виде дней невозможно, но, как заверяет нас компания господин Сиарта, в случае минимальной гарантии стабилизации политической ситуации, компания «Магнит» намерена возобновить реализацию проекта. Возникли вопросы и в финансовом секторе, затрудненность кредитования физических и юридических лиц в некоторых субъектах Российской Федерации со стороны такого надежного банка, представленного на российском рынке ОТБ. Но эта тема тоже, мы рассчитываем, будет снята, потому что в соответствии с антикризисными мерами правительства Российской Федерации мы выделяем из наших резервов достаточно много ресурсов, сотни миллиардов рублей для того, чтобы стабилизация внутри России по макроэкономическим финансовым доказателям состоялась. Этот процесс идет, и я надеюсь, что в ближайшие дни даже мы увидим, что стабилизация устойчивая и будет больше возможностей для возобновления и в прежних объемах, и с превышением прежних объемов всех операций. Мы очень признательны бенгерской стороне, которая разделяет наши оценки по поводу политики санкций, которая абсолютно контрпродуктивна и кроме преда никому ничего не приносит. Может быть, за исключением одного субъекта, который находится очень далеко и мы знаем по истории, любит сталкивать народы и государства и чужими руками добиваться результатов, за которыми привыкла пользоваться. Мы не будем показывать пальцем на них, потому что все знаем о ком и о чем речь идет. Мы договорились по вопросам завершения и переговоров, и выхода на результаты, и по теме урегулирования заложенности авиакомпании «Малев» перед Нечерканомбанком, и по участию метровагонмаша в проекте модернизации Кудапештского метрополитена, по интенсификации взаимодействия в таких отраслях, как здравоохранение, идет по плану работа по подготовке кадров для атомной промышленности на основе сформированной по итогам визита президента Путина в Будапешт нормативной правовой базы. Далее импульсы сегодня межрегиональному сотрудничеству на базе подписанного соглашения тоже в феврале в Будапеште по содействию межрегиональному сотрудничеству. Сегодня подпишем первый, здесь Рустам Нургалевич, слово «первый», как привык он к Татарстану, первое соглашение на основе базового соглашения о сотрудничестве Венгерской республики с Татарстаном. На очереди Санкт-Петербург запасы, кто-то давно влечит, опережает вторую столицу или северную столицу России. Татарстан привык опережать, не может по-другому себя чувствовать и вести. Московская область, Нижегородская область, Республика Карелия, Самарская область, в общем, в очереди стоят на то, чтобы дружить и работать вместе с Венгрией, ведущие, мощные, интересные регионы Российской Федерации. И я уверен, что это будет давать свои результаты. По поводу крупных проектов в сфере энергетики мы тоже договорились. Это будет под контролем господина Новака и под моим контролем, как со-председателем Межправкомиссии. И мы будем контролировать, господин Сиарко, работу рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики вместе с Вами. В сфере транспортного машиностроения я хотел бы присоединиться к словам и к презентации коллеги из Татарстана и обратить внимание на перспективность проектов в сфере поставок и сотрудничества с КАМАЗом. Это все-таки очень крупная мирового класса компания, которая способна конкурировать по многим параметрам. Россельмаш у нас уже экспериментально начинает поставлять комбайны, 10 комбайнов, по-моему, на Венгрию. Это современные конкурентные зерноуборочные комбайны, и они готовы на углубление этого сотрудничества с заинтересованными венгерскими партнерами. И хотел бы обратить внимание, господин Сиарко, необходима интенсификация в сфере здравоохранения и с учетом запросов венгерской стороны, и с учетом заявок российских компаний, заявок на участие в качестве резидентов в технологическом парке Шарбис, города Абар, да? Это проект в сфере молекулярной диагностики инфекционных заболеваний. В рамках рамки очень глупо, я просто меня сквозь слово Вероника Игоревна попросила, Марина, по-моему, здесь, да, у нас? Попросила, что у нас есть компании, которые имеют разработки и могут в сфере молекулярной диагностики инфекционных заболеваний представить интересные проекты в технологическом парке. Это представляет интерес, и был бы признателен, если бы вы взяли этот вопрос на заметку. Мы также приглашаем к участию уже венгерских производителей судорого комплектного оборудования в качестве резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Лотос» в Астраханской области. Здесь для резидентов особой экономической зоны предоставляется снижение ставки налога на прибыль, подключение к инфраструктуре и мая поддержка и преференция. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!